еще состоится и корм той корме я делаю для всей своей птицы добавлено премикс витамина минеральная база добавлены витамины такие как еселен и заводский корм для цыплят вот видите такая серая гранула есть я видео снимала про корма поделиться мало там просмотрев но информацию дала вам просто чистого вода чисто попачкали поменяли обид и вечерин вода меняется стараемся чтобы была вода чиста на тего питьку дефективного вам хочу просто показать по отношению а ну иди сюда наперед вот бачите разницу и о томи говорится кто кого мучает жалко или не жалко жалко когда его вот все едят а он не есть жалко когда его отгоняют когда более сильные петухи или курицы будут его губить вот там жалко он цей приходит видите он просто сильнейший как танк хоть не может устойчивости на ногах немае но он пройшовся и есть все едят а цей стоит цыпленок вот о чем я и говорила в одном из видео может я их смонтирую то туда то туда кого жалко ребята кого и где надо жалить на яких процессах надо жалить вообще маленький плешивенький цыпленочек просто так держала потому что показать вам у нас там родился цыпленок слепый и тут и слепый цыпленок вот и как он выглядит по сравнению с теми всеми цыплятами это и есть природный отбор это и есть природный дефект он повторю что есть у всех у животных у птицы и у людей если это было в диком мире в диком мире то этого цыпленка уже взял хищник хищнику тоже вот он его долбану хищнику тоже надо чем питаться и вот скажите кто жаляет жалко же его от его же тоже жалко отселить его отдельно держать ну это просто если у вас там один попугай в доме то вы можете отселить если у вас куча хозяйства и для каких целей его отселять для этих целей последующим в индийстве вообще не будет и ты затратные усилия не будет стоить того не будет стоить того даже пришлась курочка и вин совсем маленький вообще совсем маленький два с половиной месяца стоит петух и стоит его однокровный родственник брат сестра бачите к сравнению ребята бачите к сравнению так что лучше его убрать сразу ну и жалости думаю тут не к чему смотря на то як обходится он и собачат маленьких пуповинами связывают и в коробках выбрасывают и щенков месячных на остановках коробках выбрасывают замерзают собак животных вывозят там возле дерева привязывают то есть и сдеваются над такими животными как собаки как кошки то говорить жалости у птицы где воно это и выращивается для того чтобы производилось яйцо и для себя как питание на мясо я думаю тут неуместно вы лучше вот эту жалость переключить уже по направлению к другим даже к самому тому самому человеку от поможи поможи десь какой из семьи якой из женщины там одиноко из мужчины пожилым людям поможи молодым поможи хочешь финансово хочешь правильным словом хочешь каким из советом поможи вот там поможи тут то есть люди там допускают очень много неправильных действий вот а тут говорить мне жалко его ставить ребята это жалить не на то не то надо жалить понимаете не то надо жалить общем я думаю дала такую информацию кто подивился оно будет в комплексе то есть видео 1 видео 2 видео 3 по вот самому цыпленку потом по цыплятах кольбек смор я уже того цыпленка убрала вот и он уже уйдет на вечерню кормлю карношку собакам и кошкам в кашу и цего цыпленка я тоже буду убирать сегодня 17 августа 2023 года цей цыпленок будет убираться смысл его держать не мая маленький худенький птица ця взрослия петухи будут палава зреть они будут еще на ньому играть то есть покрывать его я курицу все как у людей ребята находят меньшего крайнего и начинают его долбать для чего это делать в результате вот такой у нас получился видео информация по таким случаям и я раньше много чего не открывала не вскрывала не показывала как моя Ольга сказала мама надо вещать правду показывать возможно для кого-то сцена ютуба ниде нема не открыто и для кого-то будет как правильным посилом для правильных действий для правильных действий то есть бы убрали вы цыпленка сразу он вылупился побачили дефект так как я и били фельдера и все убрала и он бы не ехал как одна голова потому что толку из него никакого единственное там будет запах для собак и кошек как в каще но его не стоило варить то есть его не стоило выращивать для того чтобы потом скормить его животным а бывают такие породы что у них есть каннибализм вот они могут его и сожрать вот есть такие куриные сушки у кого повышенный каннибализм они бы уже давным давно сожрали и где тут получается проявление жалости где тут получается проявление жалости это уже получается по отношению до цего оцепленка это уже зверство руками человека то есть деяние сотворено деяние руками человека я еще по моему на первом своем youtube канале показывала что я бракую цыплят там пять дней в десять дней мне писали комментарии да лучше отдайте соседям да лучше отдайте тем лучше отдайте нужденным ребята если вы нужденный ничего не не может соседей которые засрали с бурьянами если они даже сарнякову траву сагорода не могут вырвать как они могут потом браковую птицу выращивать но там брак и шов по по экстерьеру то есть цыпленок чуть меньше и больше их оставляла а где самые меньше я убирала вот по таким дефектам меньше 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 потом чтобы не кормить потому что я говорю я выращиваю великое количество птиц и потом они у меня идут на мясо зачем мне кормить на мясо птицю и взять примеру знаю не два килограмма мяса взять полтора килограмма мне не цены вигаду мне лучше сразу от севать птицу и если вот там пятидневные недельные десятидневные то я их топлю в ведро с водой и потом уже в таком мертвом состоянии я скармливаю кошкам то есть чтобы кошки не чули писки то цей пи пи коли курча кричить потому что потом кошки будуть и хищниками будуть уже хватать цыплят уже нормальных вот а если это уже цыплята бракуются от самый крайний случай это два месяца все два месяца это уже все то что есть и где уже хозяйство то тоди вони берут отварюется в кашу и отдаются и отдаются животным уже в кашу таким животным как собаки и кошки уже в кашу проварюются так что вот так вот такие вот дела я знаю что дивится меня одна зрительница я как же жалко и и они у меня так растут я не понимаю как они у вас так растут что вы из них по факту получите ну что вы заряжете костя маки плюс еще вам надо будет ризать падрать разбирать что вы заряжете тут я не мог понять вашу жалость вы лучше накрыть эту вот